господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного отчет за вчерашний день номер 125 вопросы события дня задавайте вопросы за 14 апреля 2016 года и дальше эпиграф который к этому ролику взяли кругом измена трусись обман последние слова императора считайте в них столько заложено столетия будут разбирать и все новая новая сторона открывается главная измена измена внутри себя идет я немножко сейчас на этом остановлюсь измена богу измена евангелию измена смыслу жизни все заложено здесь но царь этого не видел когда сказал первую очередь измена в нем было он должно людей вести к богу а не то что больше территории захватить а тогда война его и сожрала я до гробовой доски солдат ну и гробовая доска и солдат чё из этого а христе то ничего как будто не знал и курил благословен для меня он святой ну и дальше чтобы заходили в контакт не в контакт а на наш форум я нигде не бываю и думаю что на каждый мой ответ модераторы не дают туда ответ какой-то что нужно заходить на этот ролик утренний там я даю ответы писать как раньше писал я не могу у меня ни времени нету совершенно нет времени я говорю вот сказали недавно только больше ста вопросов к вам от ста человек так только раз один раз сообщали там чуть не 300 человек только пришло а я узнать не знаю я не бываю нигде кроме как вот здесь но и объявление что кто-то помог содержание краткое роликов читать тут я останавливали к тормозну посмотрите о чем речь идет здесь что время не тратить не считать заходите начинайте помогать работать ну сюда раз приходите выберите время для этого ну и дальше на нашем сайте вот в этом много ауди нужно перевести вот в эти позиции онлайн как считает а едут дорогой ваш горит не открывается это ну и у нас идут занятия вот заранее нужно позвонить сергею вот почитайте это себе сохраните так мы создали маленький ролик после что на завтрак читай что на завтрак у бедняков после канона андрея критского какие пошли отзывы пускай патриарх смотрит учиться как питаться так у нас праздничное было за 100 лет другие дни то этого нету а тут льгота дается мы были на самом трудном физическом физически трудном богослужении но я уже скрываю вопросами нельзя потому что те которым кто-то дал задание против меня воевать то они этих людей сразу заливают буквально под завязку заливает грязью поэтому я решил не так и вот один пишет смотрю сейчас вы мое письмо это цитируете в обзоре вот для этого я сейчас везде ищу всякие книги и журналы чтобы не выглядело так что только религиозное приношу то есть в чем дело то объяснить понятно о чем нет ничего не понял будто бы я сейчас не за это в автовокзале на железнодорожном железнодорожном да там есть камеры хранения и какую-то камеру хранения бесплатно что ли да не там специально и поставлено виде ящика такого с полочкой он не закрывается нет и закрывается книги одни ложат а другие могут брать она решила это верующая душа ложит она приносит евангелие и проще это вот дальше и беда что мало книг нахожу там уже по аптекам побираюсь кавычка каждую неделю от 12 до 18 книг уношу в этот шкаф ну что попало не положишь то так что мы посмотрим и кое-что дадим мне надо зайти в архив остатки я недавно создал еще три библиотеки в разных местах хорошие большие когда я вернулся с америки мне там жертвовали деньги я доехал до москвы 13 больших библиотек создал религиозных мне просто это нравится делать но сейчас у меня такого я отвечаю да так же всякое утро есть числе бы 20 метров этого другое это другое один человек попросился чтобы вначале мы разговаривать но говорит записи плоховато и получается когда у меня идет здесь заказчика что в это время у меня свободного я не закачивала я уже зарядил но дальше объясняю да также всякое утро если бы минут на 25 пораньше сказали и что же теперь неужели лишусь возможности изготовить доброе с беседой с вами с этим человеком я дократно встречались беседы были и всегда были хорошие вот заходи добрый мой брат пусть и не совсем даже качественная запись будет но смысл то дороже того так это идет закачка ежи утреннего отсчета событиях за прошедший день у меня через телефонную связь через какой-то там волокнистый кабель и потом на этот мой видеоролик как система показывает закачка кончится только а через три часа а по 6 часов один ролик закачивает у меня будет или столько ждать и если да то я позвоню вам здесь под скайпом дело то еще и в том что если я не я позвоню а мне позвонят после этого то наткнуться обязательно на мою автозапись я все время готовлюсь к уходу навсегда и потому своим братьям готовлю архивы которые могут быть выставлены и после моей смерти так мы спешим скорее начитая 123 моих занятия потерявки первые годы понятно идут они но тут какая-то непонятно что их много 123 мы сейчас готовим и готовим считаем и считаем 123 ролика новых будет и везде занятия потерявки и название там столько всего я считаю сейчас мы насчитываем и как будто бы я сам первый раз это вижу но когда я их делаю известными на ютубе на видеоканал их нигде нету и сегодня я посмотрел я выставлял сегодня открыл замок снял с этого с 23 номер 23 вы по номерам ищите себе помещайте не пожалеете то то я его нашел только на 107 месте но на 107 посмотрите она передвигается там найдете на 107 богослужение называется я его едва нашел где открыл нигде нету я вначале не понимал возвращаюсь смотреть он открыт у меня то есть мы заранее ставим под замок надо сделать она отдельную как жития святых отдельно занятия потерявки никак это делает человек другой совершенно у меня никак это работает разный модератор администраторы одни закачивают это не моя закачка то я не ставит под замок а снимаю я я снимаю я сам закачиваю только вот это утренний отчет это моё и домашнее что такое за обедом где-то на улице и дальше ищите по номерам заметили какой считаю еще раз смотрели 22 сегодня 23 но и подряд и дите смотрите его найдете он есть но я сказал сегодня на 105 на 107 месте нашел только его но как искать то там видно как передвигая стрелку дальше там с названием фамилии всего тематические беседы кроме того когда остаюсь один начитываю автозаписью свои проповеди в стихах которые по две выставляли ныне ежедневно ежедневно выставляю вечером они не стихи а проповеди стихах я же не поэт дальше но там столько есть которые понимают сегодня уже пишут и говорят а тут на каждую строчку толкование надо давать да это ссылка все время двойной называется экстраполяция событий во временной форме оттуда переношу на сегодня чтобы заговорила у меня иногда все стихотворения по 9 куплетов 36 строчек напротив каждой строчки показываю место писания откуда взята мысль это и которая считает требуется минимум 25 минут чтобы прочитать стихотворение это таких стихотворений не было никогда от создания мира вот так чтобы напротив каждой строчки священописание не то что там талант или что я просто говорю их не было если знаете покажите скажите а я знаю вот а я не никто мне этого не показал я сам понял что надо показать так и таких файлов будет почти 3400 вот представляете сколько работы и чуть больше вот наверное насчитывая сижу целыми днями конечно глаза не видят зубов нету шепелявлю но это насчитывание автором дальше и чуть больше даже если вы дадите знать то я смогу ответить лишь через три-четыре минуты пока дочитаю свое стихотворение до конца и закреплю его с названием а для сколько каждое стихотворение надо название а когда насчитываешь она выскакивает только по цифрами я должен не ошибиться ошибки бывают я заново ищу и какое название прослушать надо у меня вот так вот все это идет целыми днями и вчера у меня закончилась господь благословил уже насчитано ровно тысячи стихотворения тысячи тысячи от вообразите это у меня уже были насчитаны там но они были в аудио теперь они в видео и дальше один максим пишет какой-то максим максим фомин помолитесь за меня я забухал забухал вот если кто будет считать американец который изучает русский язык он не поймет что такое он будет покорнее искать бух что это такой был гроз бух книга какая то есть все книжки читать а дальше пояснения идут четыре года не пил и без попутал пить начал меня максим зовут вот теперь что я буду говорить вот что на это будет говорить дворкин вот ему такое поступило письмо она не поступит я к чего дворки напомянулся сейчас я покажу о нем тут много вчера мне скинули материалов я отвечаю будем вместе молиться вот это вот это миссионерская работа молиться не натравливать людей друг на друга никак клещ в пицце человека и сосать из него соки чуждая энергии фиолетовым нимбом вокруг дымится как говорят буддисты злоба как каждому не такой где-то его я уважаю дворкина если ты уважаешь ты такой же самый ты не можешь уважать того который в чужом обличье пришел здесь ссорит людей и дальше земных поклонов сделайте не менее 500 с иисусовой молитвой как накануне андрея критского понятно как вот я еще раз говорю вот это миссионерская работа господь показывает где искать доступ к душе и дальше и обязательно сразу же прочтите вот эту тему о пьянстве на фу моем форуме наш форум и запидают сам зарядить пьянство и вот оно как выглядит вот это уже в интернетной версии если вы согласны так полечиться поркотерапии у профессора пилипенко то вам будет хорошо и благословенно пороть надо пороть и драть больше ничего не надо и он говорит как черная полоса сходит это газета аргументы и факты все показывает дальше сразу вот сейчас же становимся на молитву прочтите с верой и слезами три святое сочи наш и поклоны усердно творите согласны если то дайте отклик а если не согласны то тогда больше мне не искушать и не пишите зряшно и тут же он написал согласен теперь я не знаю что будет это вот это миссионерская работа они даже не знают миссионеры вообще ужас какой-то юрий соболев благодарю гнати тихоновича заказ в комментарии и ответ на мой вопрос специалист по истихазму я в письме самограничном взял кавка в кавычки какой я специалист на какой я специалист и шанка если я ирония какая-то есть то это уже на в душе можно что-то посеять а если надулся иронии никакой не только злобная такие свирепые как у старого бряца где-то это такие миссионеры они все гнать надо давить только они даже царствовать это такое знаете человека ненавистничество и человеку угодничество им обязательно отделы миссионерские надо делать они не могут а какие отделы то посмотри в библию богосподь раздостал апостолов они миссионеры были миссионеры поскольку два то есть миссионерский отдел больше двух человек не может держать и деньги за это они не получают трудящийся достроен пропитания здесь все вывершено для того чтобы быть рожденным свыше крещение получить для этого необходимо поверить что ты погибший грешник что грех несет в себя смерть ее нельзя избежать что бог никому ни один грех не прощает за так возьмите грех смерть что за нас умер христос и крещением три условия научить троекратное полное погружение бесплатно сегодня все нарушается горки не знает про этого никогда не скажет почему человеку угодничество он нигде слова не скажет против а системы где он находится и 10 лет здесь заразу развозят вот эти вот управление сознанием людей ничего этого нету это обман и теперь везде эти квакают три жабьих духа как откровение написано это все они к русскому двору прилепили почему нигде такого не такой ненависти нет по отношению других религиозных как называют они там у образований как в россии сейчас я покажу откуда материал это не мой материал на очень высоком уровне разобрана дальше так уж выходит что он и сихазмом пропитана православные учения с этим сталкиваешься постоянно отсюда и вопросы мои спасти христос поклон братья ответил где-то у меня я и знаком что это такое не меньше семи раз в день 700 поклонов не считаю утренний вечерний построен уже 900 но когда свободен до 18 раз становиться почти 2000 поклонов будет это здорово и все время ты будешь в особом настроении дальше юрий соболев крутейшая радиопередача была у вас я вел три радиопрограмма и вот сохранилась каким-то образом две моих передачи сохранились какой популярностью не пользовались я взял одно опубликовал здесь так она в орде всего только лишь там то я говорю что-то ну интонация значит мысленно представляю как бы это все звучало сегодня так же как не могу вообразить чтобы кто-то из ныне здравствующих священников сказал стоя на солей проповедь подобную слову святого на златоуста так и на современном православном радио не могу представить такой живой радиоэфир вот так увы скорее допущу мысль что сатана допустит и пролоббирует на центральном телеканале показ самой низменной мерзости нежели подобную проповедь о свободе там же и из ваших уст вот это где потеряевки я говорю сегодня 23 номер он на 107 но в моем мире я их копирую сюда тоже выставил сегодня можете здесь а там найдете где-то вот тогда вы будете уже знать о чем лишь идет юрий соболев актуальная новость заключение синодальной библейской богословской комиссии по результатам рассмотрения обращения верующих относительно спорных богословских воззрений профессора алексея алексея ильича осипова номер резолюции святейшего патриарха такое то дальше вот где нужно смотреть как она выглядит и дальше говорит ну все теперь когда синодальная комиссия разобралась с осипом у нее появилось свободное время возьмутся за разбор ваших трудов Игнатий Тихонович не знаю но это что получается уже 14 лет они ко мне все подбирается и дворкин уже в меня врезался на рождественских международных чтениях специально докладчик говорил и в разных епархиях цензорские отделы это гнуснейшее что было в царской россии что погубило ее и ничего нету нету вообще нету я на это отвечаю в данном случае решение этой комиссии не опровергаю а даже приятно мне было что так много рассылались на святую библию около тридцати трех раз я все прочитал от корки до корки что комиссия говорится и и скажу что замещание даже никаких не могу сказать для меня это диво было что это такое видимо до в дворке на рядом не было так думаю никак не могло быть они прямо вот осипов говорит так а библия говорит вот так это в православии мне всегда говорят а ваши книги у них они прямо по книгам вашим цитируют не знаю мы это сейчас увидим что делать с моими книгами они были сведения что ваши книги изымают и уничтожают пока ни одного факта не было нигде показывает как они стоят у них библиотеках церковных они их из библиотек берут у себя и видимо кому дают на разбор было такое комиссия в туле город тула из библиотеки все таки выдрали книги а я а там наш священник близкий иван суворов отец ианта и он говорит книги то возвратите мне же дали книги я дал проверить они возвращают они не возвращают их ну ты только одно дай что не будешь помогать лапкин он говорит на в чем виноват тебе не надо спрашивать то есть не назвали ни одного дела ни одного но он говорит ну хоть я должен знать то ко мне заезжают люди ну ты не значит если будешь помогать голову отрубят сразу то не он храм построил большой храм это уже канонизации близко отца ианна и дальше я отвечаю но лично с членами этой комиссии был бы не против обеседовать посмотреть на них даже внешний вид до к общему положению на различных назвали на духовных в коем покрыто пространство святой в кавычках руси и особенно патриаршей церкви можно отнестись более серьезно начиная собственного покаяния за миллионные упущения и умышленное искажение во всех сферах жизни их посомых да и их самих чтобы изничтожили миссионерские крематории то есть отделы губящие души их членов и тех на кого направлены стрелы масоном из этих сфер во главе с дворкиным вот мой ответ он делается известным его пересылает оказывается другие места люди тем более я здесь открыто все говорю и теперь ролик один по русски зарядите в ю тубе называется вся правда борьбе с сектами в россии о дворкине это уже зарубежная там академики выступают дворкина далеко знают как человека недобросовестного который никакой он какие профессор это там уже говорят но прослушайте один раз хотя бы посмотрите кого в россии 10 лет пестовали скольких людей он заразил какие миссионерские эти глуснейшие отделы миссионерские миссионерский отдел два человека господь посылает по двое а как по миссионерский отдел а если как но читайте деяние 6 глава вот как нужно образовывать и считай в эти дни когда умножились ученики произошел еленистого ропот на евреев за то что вдовицы их пренебрегаемые были ежедневном раздаянии потребностей христианство уже первое первые шаги только евреи уже захватили место лучше пироги им а которая сожжет она кто готовит но это можно и мне съесть дать а я всю ночь мучаюсь горелым этим дальше тогда 12 апостолов созвав множество учеников сказали нехорошо нам оставив слово божие пищи со стола а если бы этого ропота не было апостолы тоже проморгали это дело они занимались этим раскладывали видимо евреи апостолов таки еврейкам все это подсовывали а которые издалека приехали но тем уже еды корочку сухую дать дальше итак братья выберите из среды себя 7 человек изведанных исполненных святого духа и мудрости их поставим на эту службу это не миссионеры правильно кормить раздавать поровну одинаково всем и 77 это полнота теперь стали 7 диаконов вот где они нужны в городе что было не меньше семи диаконов больше нельзя то есть ну игра опять началась просто удивительно ухватили за цифру 7 она никакого отношения не имеет кроме как это было у них они могли избрать не 7 какого магомета если бы дольше жил у него было бы не 4 жены товарищи убивали жены он брал их чтобы они не были одиноки это 4 закон только на 4 а если бы жил дольше было бы 44 тогда бы 44 смысл то показано это не ходе не откровения практика жизни дальше так и среди 7 человек каких известных изведанных изведанных которые проверенные за которыми ничего не числится а эти миссионерских то отделах то что за ними числится я который знаю как правило неблагополучие семейной жизни не первая жена не у всех конечно не у всех но именно так вот неблагополучие вот это не чистоплотность а их знает изведанных то есть неукоризненных и исполненность святого духа и мудрости святого духа и мудрость а мудрость какая опять же под руководством семинарии академии мудрость божественная это знание писания и как правило это любовь к богу без этого нельзя любовь к святой библии здесь ничего этого нету более гнусного кажется нельзя было сатане придумать как вот это вот подвести в какую-то систему и заключить духа святого до века его не надо там дух вот этот приехал масон с двойным гражданством то и вот он будет теперь руководить фамилию ему дадим у него назначение вот как показал посчитайте что там они говорят послушайте особенно в конце этого ролика полностью разбирает дворкинскую работу управление сознанием зомбирование этого ничего нет тоталитарная секта это все ему там зарядили и дали и 10 лет мозги пудрит в россии ну а как тогда если секты я православный и вот получаю недавно случайно готовы считали игру нет посмотрел из чикаго город в америке и там кто-то говорит кто-то не знаю а вы считали вот мы нашли человека духовно рожденного в православии прямо проповедует от смерти в жизнь он же да вы что это мертвая религия не скажи а кто это он называет меня и говорит он в пух и прах разносит баптистов а пишет баптист но баптист его все уважают вот эта миссионерская работа в пух и прах его все уважают а почему любовь я это делаю по любви к ним я никогда вот осипов там против католиков где-то у меня четыре материала так они основаны то на каких материалах то и в то же время я заехал заехал в италии был ватикане подарил книги своей папе франциску венедикту и каждый день за них молюсь вот отношения я подойду к священнику и он читает мои книги в интернете и благослови благослови отец аджей андрей в городе томске подошел к еретику подошел мы теперь что давайте давайте что-то со мной ничего вы не сделаете нету такого правила что-то сделать а теперь у него там работа идет это освещение к вам у них учиться надо но и вот дальше опять в духе святом изведанных и мудрости мудрости божества ничего этого нету вся правда о борьбе с сектами в россии вся правда а дворки не так если бы они посчитали нужным воспользоваться моим опытом практикой то есть там которые патриарх осипова осипов при пять пунктов по которым там о вечном мужчине в обвинении уже на него идут и идут жалобы то и комиссия подтвердила что правы а осипов не прав все теперь кто знает на осипа высылается дайте им сюда ссылку кумиры создали себя то был бы согласен поделиться всем чем наградил меня мой господь бог чтобы многие узнали истину об истинном христианстве и истинном православии с этой комиссии от патриарха которая работала по осипову которая мной займется вроде бы то я согласен встретиться если бы кто свел эту комиссию со мной пока еще жив то это было бы на пользу всем так полагай и на пустом это мнение до юрий соболев да благословить сие бог ибо знаю что вы не против и даже за анализ ваших книг богословской комиссии да если по такому же критерию на основании священного писания будет комиссия по вашим трудам полагай отзыв будет положительный так уже занимается уже как этого почаева брали уже два года в почаево разбирали и ни слова ну мне то сообщите ну плюс минус хотя бы нигде ни разу ни одного отзыва я не получил нигде в епархии был да не надо ничего мы принимаем ничего нету нигде нет почему потому что книги эти они в молитве выпрошенные у меня рука не успевала писать что нужно за 9 лет 38 томов а на самом-то деле сорок один том по семьсот пятьдесят две страницы каждая книга это невозможно в эти девять лет у меня входят три тысячи четыреста стихотворений это все в это время и в эти девять лет случае же с осиповым увы судя по заключению на мой частный взгляд объективный уровень комиссии ниже богословского уровня алексея лисича должен признать сие при несогласии с внешним видом образа православного профессора то что он бритые в галстуке неприемлемо это знак того что человек не сам хозяин зачем бы эту масонскую удавку то надевал то воюет там от воробьевский юрий против масонов а сам под масонской заплатой сидит ну зачем же обманывать себя юрий соболев как вы часто повторяете я с этим согласен игнатий тихонов что у нашего президента очень умные советики я это говорю с первого дня что владимир владимировича путина хорошие советники по делам его сужу я не одобряю ничего просто говорю решение которое он принимает они единственно верные вот это на площади были там болотные где выступали где он говорит советники ему дают не сам же он это узнает то все дальше добавляет себя хорошо знающие историю это к частым репликам медийной среде о том что мол хватит вам кого-то кормить кого-то кормить на ком речь идет еще идут о чечне как кормить это миллиарда туда дают но там мир мы там были нас только не ездите туда мне говорили куда вы везете людей то вам то все равно ответы но молодежь то куда берете с собой вот приняли как родных давно ждали там вот интересное историческое свидетельство вот говорится о шамиле а я о нем немножко дал данные шабель шамиля же жизнь 1797 по 1871 годы в 99 году один а через два года родится пушкин когда описывает где там тут лермонтов это он 74 года прожил кто такой предводитель горцев возглавил борьбу народов чечни дагестана против россии 40 60-х годах в конце концов разгромили его и пленили теперь послушайте в кавычки взято я тут дам это вот это я вставил что маленько знали о шамиле ну зарядите в яндекс и в гугле и найдете про шамиля все много дальше после своего пленения шамиль не сомневался что будет казнен потому что скольких убил он русских а то он воевал против подкачат на рамзанах кадырова он но шамиля не только сохранили жизнь ему со всем семейством предоставили дом в калуге во дворе дома построили мечеть выделили 15 тысяч рублей годового содержания и определили сына пажевский корпус вообще невероятно да кто же так делает арестовали сестру гитлера которая вообще с ним даже не зналася и она тут умерла в застенках перевезли в россию врач которая лещила гитлеру зубы вставляла советские арестовали тоже суда ну какая то еще сравнивать а это в пажевский корпус его не казнили 15 тысяч рублей было это вещи невероятные это вообще у него две жены с ним были дети место выделили ну вообще и дальше такое великодушие было непостижимо шамилю и вскоре суть чувства беспредельной благодарности к своему высокому покровителю сменила был былое чувство ненависти было да раньше то ненавидел царь воевать против русских надо было и вот так рамзан кадыров сегодня воевал да сегодня по-другому у него проспект имени путина центральный проспект в грозном через несколько лет шамиль написал царю ты великий государь победил меня и кавказские народы мне под властные оружием ты великий государь подарил мне жизнь ты великий государь покорил мое сердце благодеяние оба маленько вот я хочу сказать вот эти которые миссионеры называются так да и даже верующими тонаром не надо назвать скажите какое у вас это чувство вот это вот здесь проверьте себя на этом этом мусульманин пишет здесь вот до этого места досчитаешь вот я дальше уже не мог слушать вот я расскажу какое мое у меня сразу слезы наворачиваются я сразу скорее на молитву и начинаю молиться в день несколько раз поблагодарить за этого царя за шамиля он не станет мир христи православным нет а им уже вцепился кого на улице сделать только сейчас же православным патриаршем непременно и чтоб под ним был я работаю работаю по-настоящему в тюрьме в тюрьме 3700 человек единственный на весь алтайский край имел доступ к смерти приговоренным благодаря тому что у меня близкая дружба прямо дружба с прокурором края генерал-лейтенантом по раскуном юрием федоровичем я работаю 17 лет и вся сколько покаялась сколько обратилась я отвечаю у меня очень большой опыт я отвечаю ни одного как так по камерам иду приносим ходатайство за них по репарации выступают за один только день я принес 56 динамиков динамиков чтобы в камерах звучало и ни одного не обратился но каждый год мне благодарность и захвата заложников нет ничего которые люди выходят оттуда они пристраиваются у церкви работает может и священниками стали священник один раз пришел один раз 470 человек крестил причастил еще непонятно то какая работа идет я его не могу назвать верующим он еще там курит у всех евангелие я только крестиком заносил туда по 400 штук сразу дальше мой священный долг как облагодетельствованно дряхлого старика и покоренного твоей великой душой внушить детям их обязанности перед россией и ее законными царями и куда царя с обещаться это был ничего бы по-другому не было когда царя все отрехлись верный остался только один из них этой дикой дивизия называлась голубая или какая дивизия я завещал им питать вечную благодарность тебе государь за все благодеяния которыми ты постоянно меня осыпаешь осыпаешь буквально я завещал им быть верно подданными царям россии полезными слугами новому нашему отечеству признал россии новым отечеством представьте что за что нападает сегодня на рамзана кадр он идет этим путем шамиля успокой мою старость и повели государь где укажешь принести мне и дети моим присягу на верное подданство вообще не знаю здесь снова бросаются опять на молитву господи как дух святой трудится в людях какая благодарность каких царей лишились и какие вурдалаки упыри пришли на россию ужас один не хотели таких царей александр второй я готов принести ее всенародно в свидетельство верности чистоты моих помыслов я призываю всемогущего бога великого пророка его магомета и даю клятву пред недавно остывшим телом моей наилюбимой шей дочери нафисат на священнейшем каране соизволь государь на мою искреннюю просьбу вот как то есть нельзя не поверить было это шамиль национальный герой а через несколько лет после принесения присяги на верность царю шамиля пригласили на свадьбу цесаревича александра александровича в 1866 году в качестве почетного гостя где он сказал во всеуслышание старый шамиль на склоне лет жалеет о том что не может родиться еще раз чтобы посвятить свою жизнь служение белому царю благодеяниями которого он теперь пользуется но мне хочется просчитать самому так он как может быть встал представь какое застолье и он сидит в своей папахе так перевозчик говорит я не думаю что он очень грамотный был его биография такая удивительная это не просто воин был это философ это ученый человек был старый шамиль на склоне лет жалеет о том что не может родиться еще раз дабы посвятить свою жизнь служению белому царю благодеяниями которого он теперь пользуется ну что-то подобно как-то с растяжкой думаю и тут пишет мне один на все на том закончилось матюшин алексей читая библии понимаешь если избранник божий пророк гневается на какого-то человека такого и отношения был такого и отношения божий к этому человеку у него понятие такое и из библии правильно если пророк гневается тогда что выражает волю божию ему пришло в мысль мы давно знакомы больше тридцати лет его биография такая даже сказать страшно но мне пришлось быть когда крестили в полное погружение то был священник выехали мы отдельно там ночное время он принял крещение а потом снова сатана его запутал ну преступник был карманник так скажем мне пришлось его прятать дома его искали убить убийцы пришлось отсылать его в другое место сейчас другом государстве и вот у него отношение такое что ему кажется что я его отвергаю и он пишет и твое отношение ко мне для меня трагедия то есть что я его вроде бы отталкивает себя да нет конечно он приезжал вот где крестили не его мы сашу не его он и крещение не принимал тогда пьянш это мы ковалева сашу крестили отчаяние твой личный неприязнь я бы пережил но вот божий не смогу еще он решил при что что я делаю то и бог именно утверждает неприязни у меня нету мнение такое был у меня жил я отвечаю на вопросы собираются люди чего это мучает не знаю но это не стал отвечать ты барометр по которому я узнаю ко мне отношения божии совершенно не согласен я смертный человек страстный и могу ошибиться где-то я не настаиваю на абсолютно что я всегда говорю по писанию когда я говорю как понимать писание дальше ты сейчас занят мировыми проблемами а для меня это как бы мимо у меня одна проблема прощение божье во всему мимо все остальное все прах докучать больше не буду то есть ушел уже не раз говорю докучать больше не буду куда ты денешься обязательно придешь у меня сколько таких было которые все и все отдай мне куклы забери свои тряпки михаил кальмаев нет не давал я говорю ты же мне присылал когда-то он прислал аудио запись как он по телефону разговаривает с библиотекой где мои книги и все записывает и вы увидите сегодня это можете прочитать да давал про разговор по телефону с библиотекой таштагола а это осинники где не наживет после я встречался с и благочинным и главным миссионером благочиния книги так и не удалось вернуть библиотека отказалась принимать благочили на пресс отрез отказался отдавать то есть вытащили из библиотеки и теперь и не отдает и не под каким видом не могу взять по их словам я понял что если отдадут то они по шапке получат от архиерея аристарх там аристарх и книги мол под контролем библиотекарь церковный сразу начала врать что книг мол нет у нас а когда поняла что поняла поняла что мне все известно то призналась что их из епархии читали уже за то что они взяли книги в свою церковную библиотеку архиерей наложил прещение на выдачу книг вот как архиерей решает здесь а что это ему никто дал право или что-то из библиотеки с мирским библиотекам я же давал государственную библиотеку беззаконие на беззаконие и за папа попала наложил прещение на выдачу книг книги там а никому не дает считать вот как называется библиотека церковной осинники зарядите по-русски в ю тубе а вот это как она там выглядит вот это его разговор михаилов идет здесь пожалуйста еще один пишет тараси стран стигна тихоныч просмотрел видео надеюсь что в церкви положение благодаря мирянам поменяется в сторону канонов и правил апостолов вот так это человек другого государства пишет дальше я знаю мнение святых как относиться к снам но вы мне сегодня ночью снились город вы сидите под деревом и даете мне билет на поезд вокруг лежат куча арбузов солнечный яркий день чего-то разбирать теперь арбузы арбузы я не покупаю нигде только с поля если без нитратов они ну ладно тараси вот теперь что здесь это вот как раз номер 23 богослужение которое на ю тубе на на 107 месте что-то она тут картинку не поставил вот каждый день я сюда все перетаскивает это наша страница моя страница в моем мире вот как она где там с голубем стою она дублирует там модераторы занимаются этим а это моя личина которой я работаю сколько у нас тут видео видео три тысячи пятнадцать три тысячи пятнадцать видео и фотографии 18 тысяч 916 вот смотрите вот на впрощенное воскресенье сегодняшним алтайским митрополитом я подошел он у меня как на пасху трижды поцеловал и вот так обнимает стоит ну чё он скажем так его пытались разные это лже миссионеры да какие это у это сказать страшно даже против него и он мне как-то мы разговаривали по телефону говорит что за люди такие нападают прямо на меня и про вас говорят такое мега впечатление что они вас убить хотят это миссионеры патриархийные киллеры на это вот я в армии был тут это наша секретарь общины сидит а это я в нью-йорке был митрополит виталий сегодняшний предстоятель капрал фамилия его илари он а то я когда вернулся в этот год обратился к богу фотографии тут остались дальше заходим на наш форум пишет юлия игнатий тихоныч отделяется ли святая десятина с так называемого материнского капитала за второго чада вообще удивительный вопрос это означает что страх божий не отделяется не отделяется речь идет от заработка твоего то а это тебе но не принадлежит она ребенку принадлежит а он не работал государство поддерживает чтобы рожали десятина а с пенсии да это твоего заработка пенсия обязательно отчислять а это не пенсия нет но только ну надо правильно пользоваться то государство уж не знает как от не в руки отдают деньги а купить дом но не купили дом то все государство проверила они теперь дом продали деньги то сама на руках но это не и говорю вообще дальше александр фатеев а дворки не его группе ссылка жаль что вам никогда все просматривать и комментировать а было бы интересно а вот я как раз и прокомментировал как вас зовут михаил михаил александр зовут его александр а то александр фатеев а вон кто написал мне это и даже не прочитал то ну вот я теперь сказал об этом прослушайте сами посмотрите что они там говорят дворкин это не тот за кого выдает себя его научили чтобы его не поймали ссылаться на что-то вот чтобы его не арестовали он это знает сколько он денег за 10 лет то получил высчитать него эти деньги и отправить обратно откуда он приехал он обманщик обманщик он не людей не приводит ко христу я не верю чтобы у него было утро такое молитвенное чтобы он семикратно в день прославлял бога нет нет он заражает людей ненавистью друг другу человекоугодничество и человека ненавистничество это в одном человеке его там прикормили это американский гражданин приехал сюда и 10 лет вот такую бяку делает ну вот наш православный видеоканал тут примерно четыре тысячи триста или четыреста уже роликов наших вот каждый день выставляется новая по номерам и вот здесь нету этого то надо листать вот вот здесь стрелка и ее она пошла дальше и вот так ну и быстренько так ткнут и дальше ты увидишь на 107 месте сегодня который устал установил я и дальше если здесь откриваете на главное написано главное вот где покажи тогда вы здесь увидите как каждый день выставляется у нас жития святых моим голосом насчитано было восьмидесятые годы теперь добрый человек вот выставляет один работает над этим это большое дело ну и наш наше сокровище склады во свете библии не знаю вчера первый раз почему-то позвонили и говорят мы юкос юкос и вот ваш сайте вы что претензии да нет что-то там ну вот это вот я сейчас покажу они коснулись речь идет о форуме вот форум наш к как он выглядит наш форум если взять вот он православный форум игнатия лапкина вот вам не выставляли что-то вроде кто-то модератор или администрация платили деньги чтобы не было реклама а реклама мешалась я говорю я могу только сказать одно делайте что хотите чтобы как было так есть мы за вас молимся вы большое дело делаете что даете возможность общаться с людьми но у меня денег нет у меня пенсия кажется 112 долларов если перевести на месяц это 6200 рублей вот но здесь у меня нет ничего и поэтому по хорошему она меня поблагодарила женский голос было действительно ли оттуда звонили юкос это не знаю но это им принадлежит но я тогда поблагодарил за все и за то что у нас вот сайт такой библейский православный тут много вопросов много аудио видео и вот все на этом краткий отчет получился долговатый маленько ну слава богу вот никита смотри сколько ты сидишь везде где бы ты не взял теперь сидел бы ты на украине кто б тебя знал но вели а ты спрашиваешь где вот я тебе сейчас покажу я подожди маленько так вот теперь погляди так сколько здесь это я сегодня посылал стихотворение свои и здесь это маленький мальчишка ты сейчас увидишь нету ничего здесь где-то юлия сергей валентин это я которым посылал валентин стронин ну нет так нет ну нет так и нет тогда а вот он где-то нашел и он что пишет-то посмотри а так кто он такой не знаю игнатий считай а правда говорят что никита будет поступать семинарию потому что ролики смотрят там прошлогодние что-то показалось не церковь он все спрашивал здесь согласно чтобы птичская церковь современном мире это преступная организация это только мое мнение я отвечаю не церковь а что за преступная организация не могу сказать это никакая не преступная организация ну и дальше лунгина павла смотрят куда фильм остров я отвечаю хуже некуда если нужно будет потом об острове могу сказать еще да идем есть ну вот такое дело такая переписка я стараюсь почти не отвечать вижу что он ему это достаточно чтобы его все на этом ролик закрыть